Томсо-Тагестанцы любят про какого-то Амурова говорить, мол, когда был Амуров, Кадыров ничего не смел и так далее. Как так получилось, что человека, которого никто не знает, боялся подверг? Не Амурова, Саид Амиров, там был такой мэр Махачхалы. А блогер от него отличается как раз тем, что на меня не распространяются эти правила. Я не должен показал одну сторону, показывать другую. Нет, я просто транслирую свое мнение. То, как я вижу, как я считаю. Томсо, как смотрят власти Швеции на тот факт, что они дают убежище, а потом такой, как Чимаев, братается с тем, от кого тот убегал? Томсо, что думаешь насчет положения в Палестине? Ну, в Палестине пока продолжается тяжелая, к сожалению, обстановка. Продолжают наносить удары по газе, продолжают там погибать люди. Это военные преступления, которые совершает Израиль, безусловно. Как я говорил, здесь я могу только повторить то, что я сказал в прошлом эфире. Сейчас первоочередная задача это остановить вот это кровопролитие, потому что то, что сейчас происходит, нельзя назвать войной в ее классическом понимании. Война это когда хотя бы приблизительно стороны, которые в состоянии как-то сражаться, когда они сражаются. Вот это вот война. То, что происходит в Палестине, это не война, это просто одна очень серьезная, мощная армия уничтожает просто палестинцев. Вот что сейчас там происходит. Поэтому это не война. Сейчас нужно вот это остановить кровопролитие. Там гибнут ни в чем не повинные люди, женщины, дети, там уже сотни погибли. Поэтому первая очередная задача это не рассуждение сейчас вот эти вот воинственные. Нет, сейчас нужно остановить пролитие этой крови, нужно остановить. Потом уже решать какие-то остальные вопросы. Просто сердце сжимается, когда ты видишь эти кадры этих детей погибших. Родителей, которые оплакивают своих детей. Детей, которые оплакивают своих родителей. Это очень больно. Атумсо, для тебя Хамас и Израиль для тебя одинаковы? Нет, конечно, не одинаковы, но претензии есть и к тем, и к другим. Скажем так. Каждой стороне разные, конечно, но претензии есть. Надо понимать, что палестинский народ, то есть это те люди, которые сейчас погибают в Газии. Я их вообще никак не ассоциирую с Хамасом. Я с этим народом. Мое сердце с ними. Я переживаю за них. Это часть меня, это мои братья и сестры. Но это обычные люди. Хамас или вот эти палестинский президент Махмуд Аббас, его это партия, его сторонники. Для меня они все одно целое. Это нет, это не те люди, за которых я переживаю. За них пусть переживает Кадыров, которому они вешают звезды, звезды Иерусалима, как их называется. Пусть он за них переживает. Но с ними не надо ассоциировать обычный народ. Тумсо, почему ты говорил, что Карабахский конфликт можно решить только военным путем, а палестинский только мирным? Насчет решения палестинского конфликта только мирным путем я никогда не говорил. Наоборот, я сказал, что они очень похожи на друга эти конфликты и точку там может поставить только война. На самом деле, увы, как бы это ни звучало трагично, но это правда. Что в Карабахском конфликте невозможно было поставить точку без войны. Что в израильско-палестинском конфликте точку без войны поставить невозможно. Это, к сожалению, это горькая правда. Тумсо, при всем суммозбродстве Кадырова, какой выбор был у чеченцев, чтобы выжить как нация? Ты хотел своему народу участи черкесов? Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду под участью черкесов. Выбор всегда есть. Если мы будем говорить о желаниях, то я бы хотел, чтобы мы жили свободно, в нормальных соседских отношениях с Россией, ездили друг к другу в гости, туристов принимали, туристов отправляли, имели какие-то торговые и иные отношения. И все, чтобы было хорошо, если мы говорим о желаниях. Я бы не хотел, чего я точно бы не хотел, это того, чтобы было вот так, как сейчас. Вот этого бы я не хотел. Я не хотел, чтобы мой народ уничтожался, унижался, делал то, что он никогда в истории не делал. Мы нигде в истории не найдем подобного периода. Вот этого бы я не хотел. Я бы не хотел, чтобы наших ребят сажали на бутылки. Я бы не хотел, чтобы с них снимали штаны и показывали, как они бегают на беговой дорожке под песню «Мой президент, мой лучший друг это президент Путин». Я бы не хотел, чтобы за комментарии в социальных сетях у нас убивали молодых людей, оставляя их детей и сиротами. Я бы не хотел, чтобы у нас убивали беременных женщин, сначала их детей утробив, потом их самих, оправдывая это какой-то кровной местью, который не существует вообще в чеченском обществе, такой кровной мести, когда ее объявляют женщине. Такого нет. Вот этого бы я всего не хотел. Я могу это бесконечно, наверное, перечислять, все эти преступления. Вот чего я не хотел, так точно вот этого. Саламу алейкум, раматуллах. Думаю, народам Кавказа не стоит обращать внимание на слова Кадырова, который проводит политику «разделяй и властвуй», стравливая народ посредством харамного ММА. Ну алейкум асаляму асаляму асабрикату. Я согласен, не стоит, конечно, но, к сожалению, происходит все наоборот. Люди готовы грызться друг с другом из-за того, что Кадыров там что-то сказал про Хабиба, Хабиб там что-то сказал или сделал. К сожалению, вот так люди разделяются на эти группы поддержки. одни поддерживают одних, другие других, хотя мы должны были по сути как-то со стороны на это смотреть, абстрагироваться от этого и просто наблюдать и угорать максимум с того, что происходит. Но нет, мы видим, что люди разбиваются на эти два лагеря, начинают друг друга оскорблять. В общем, в конечном итоге это приводит к не очень хорошим событиям. Тумсо, ты считаешь себя блогером? Да, считаю. И как ты вообще стал на путь блогерства? Ну, так получилось, вынужденно, скажем так. Или ты просто высказываешь свое мнение и пытаешься большому количеству людей открыть, так сказать, глаза на реальность. А чем это отличается от блогерской деятельности? Скажи, пожалуйста, это и есть блогерская деятельность, когда человек выражает свое мнение. Он тем самым и отличается от журналиста, потому что журналист у него, он действует по журналистской этике. Ему нужно соблюдать некие правила, когда ты подаешь информацию объективно. Если, допустим, скажем, вот как должен работать нормальный, правильный журналист, не пропагандист. Например, освещая палестино-израильский конфликт, обострение, которое там сегодня есть. Он должен, допустим, если он взял комментарии у стороны Израиля, он должен также взять комментарии у противоборствующей стороны. И это как бы объективная подача информации. Если же речь идет не о комментариях, а если просто он освещает, опять-таки он должен со всех сторон освещать. Мол, вот эти говорят то, вот эти вот говорят это. А вы сами, мол, решайте, кто здесь прав, на чей стороне истина и так далее. То есть это вот работа, классическая работа журналиста, не пропагандиста. В России то, что называют сегодня журналистикой, это не журналистика. Соловьевы, Киселевы, это не журналисты, это пропагандисты. А журналист, он должен работать именно так. А блогер от него отличается как раз тем, что на меня не распространяются эти правила. Я не должен показал одну сторону, показывать другую. Нет, я просто транслирую свое мнение. То, как я вижу, как я считаю правильным или неправильным. Я просто об этом говорю. Поэтому я блогер, я не журналист. Тумсо, я поймаю тебя в Европе и сделаю фотку на Инстаграм. Как считаешь, мне придется извиняться? Перед кем? Передо мной? Во-первых, я поймаю тебя, звучало как-то, как угроза, Андрей Дорошков. Давай ты меня не будешь ловить. Ты просто, если меня увидишь, то мы с тобой сделаем фотографию. А извиняться, если ты имел в виду меня, то передо мной нет. Извиняться не надо будет. А за фотографию со мной не придется ли тебе извиняться перед Кадыровым? Вот это вопрос сложный. Но сейчас, как я понял, вводят вот эту услугу на сайте госуслуг. Извинения перед Кадыровым. Если что, ты сможешь через этот сайт перед ним извиниться. Тумсо, так истанцы любят про какого-то Амурова говорить. Мол, когда был Амуров, Кадыров ничего не смел и так далее. Как так получилось, что человек, о котором никто не знает, боялся подверг. Не Амуров, а Саид Амиров. Там был такой мэр Махачхалы. Но это не дагестанцы. Это есть определенный круг людей, наверное. Определенные люди в Дагестане, которые живут в каком-то своем мире. И у них есть вот какая-то тема, какие-то имена. Там кто-то Кадырову дал по щечину. При этом Кадыров потом еще и уехал оттуда, поджал пост. И там еще где-то кто-то кому-то там навалял. Не знаю, у них какой-то свой мир. Они в нем живут. И эти истории их радуют, видимо. Они там как-то смакуют. Я в целом, конечно, был бы рад, если бы Кадырову надавали его и лещей. Но мы же понимаем, что это как бы нереальная ситуация. Был один человек в республике, который лещей не надавал. Но как минимум штаны немного повлажнели у Кадырова от встречи с ним. Это был его бывший коллега Бадик Ямадаев. Вот когда он его остановил на трассе Баку-Ростов. Вот он его там потрепал немножко. И у Кадырова тогда... Ну, в общем, пришлось ему немножко подсушивать свои штаны. Была такая ситуация. И все, по-моему, кто там... Больше нет никого, с кем бы у него такая произошла встреча именно. И там его как-то напрягли бы. Больше мы не знаем о таких случаях. Был еще такой Байсаров Маулады. Его убили в Москве на Ленинском. Он тоже не покорялся ему. И по телефону он там их покрыл вроде как. И его, и Делимханова. Но в итоге, как вы знаете, его убили в Москве. Но Кадыров тоже никогда не смог бы ничего сделать. Амирова ведь не было почему-то конфликтов. Хоть столько времени мы... У нас что, нашествие детей, что ли, в чате? Что за детские комментарии? Вы подобны людям, которые мерятся силами своих отцов. Там, мой папа сильнее. А мой папа вот делает вот так. А мой папа так. Что за бред? Одни и те же российские чиновники. Что им делить? Они все работают на одного хозяина. Я скажу вам, кто у них там самый сильный. Тот, кто сидит в Кремле. Он может любого из них переехать. Любого. Надоел ему этот Амиров. Он отправил туда спецназ. Привезли, посадили в каталажку. Надоест ему Кадыров. Точно так же пошлет спецназ. Привезут и отправят в Лефортово. Не занимайтесь ерундой. В том, что как смотрят власти Швеции на тот факт, что они дают убежище, а потом такой, как Чимаев, братается с тем, от кого тот убегал. Я не знаю. Мне бы тоже хотелось поговорить об этом. Со шведскими миграционными властями. Как они на подобное смотрят? Да не только со шведскими. Это же в целом такая европейская проблема. С властями Германии мне было бы интересно побеседовать. Как они смотрят на то, что человек приехал, сдался вообще как под другим именем, получил под этим другим именем статус беженца, потом еще гражданство получил, а потом стал представителем Кадырова в Германии. Ну как так? А сколько там еще в его окружении подобных пончиков? Это же тоже такие же люди, когда-то приехавшие, сдавшиеся, получившие убежище, потом наверняка и гражданство, которые свободно сегодня ездят в Чечню, дружат там с Кадыровым, с Делимхановым, с Весмурадовым, фоткаются с ними там в разных позах. Мне тоже это очень интересно. Я бы позадавал вопросы. Вообще, в целом, я понимаю, что эта система, методика, так скажем, предоставления убежища в европейских странах, она сегодня не актуальна, ее нужно доработать. Даже, я бы сказал, бы изменить, наверное, не просто доработать. Так как сегодня те, кто реально нуждаются в убежище, его не получают, их убивают на улицах европейских городов, а те, кто абсолютно в нем не нуждаются, им ничего не угрожает на родине, они здесь получают свободные документы на выдуманных историях. Это надо, конечно же, менять. Субтитры подогнал «Симон»